Бог ничего не делает, не открыв своим пророкам. Аминь. Прежде чем Бог что-то делать начнёт в твоей жизни, прежде чем Бог начнёт в моей жизни что-то совершать, мне нужно слово от Бога. Аминь. И месяц пророческой культуры — это время, когда тебе нужно максимально сконцентрироваться и получить слово от Господа. Аминь. И мы должны позаботиться о том, чтобы наши сердца были чистыми. Потому что Библия говорит, что «готово сердце моё славить Господу». Знаешь, прежде чем что-то делать, прежде чем славить Господа, твое сердце должно быть готово. Прежде чем пророчествовать, тем более твое сердце должно быть готово. Потому что ты можешь, если твое сердце не готово пророчествовать, то ты можешь такого, но пророчествовать. Ты понимаешь, о чём я говорю? И мы сейчас немножко поговорим на эту тему. 1 Коринфянам 14 глава 1 Коринфянам 14 глава Здесь написано Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных Особенно же о том, чтобы пророчествовать И дальше Ибо кто говорит на незнакомом языке Тот говорит не людям, а Богу Потому что никто не понимает Его Он тайно говорит Духом А кто пророчествует Тот говорит людям в назидание, увещание и утешение Кто говорит на незнакомом языке Тот назидает себя А кто пророчествует Назидает церковь Желаю, чтобы вы все говорили языками Но лучше, чтобы вы все пророчествовали Ибо пророчествующий превосходнее того Кто говорит языками Разве он при том будет изъяснять Чтобы церковь получила назидание Короче, когда я читал эту главу Всегда я акцентировал внимание На этих двух стихах Библия говорит Хорошо, когда вы молитесь на языках Хорошо, когда мы молимся Духом Но пророчествовать лучше Превосходнее пророчествовать Аминь И знаете, мы так устроены Люди так устроены Они всегда, знаете, рыба она ищет где глубже А человек где лучше Если пророчествовать лучше, нежели просто молиться на языках То ты понимаешь, что тебе надо учиться пророчествовать Но, знаете, мы упускаем первые стихи И первый стих здесь написано Достигайте любви И знаете, это самый важный стих Это самый важный стих в этой главе Потому что в 13 главе Здесь написано Если я говорю языками человеческими и ангельскими А любви не имею То я медь звенящая Кимвал звучащая Если имею дар пророчествовать Знаю все тайны Имею всякое познание Имею всю веру Так что могу горы даже переставлять А любви не имею То я ничто И если я раздам все имение мое Отдам тело мое на сожжение А любви не имею Нет во мне В том никакой пользы То есть Мы стремимся к совершенству Мы стремимся к лучшему И апостол Павел говорит Что самый большой дар в этом всем Это любовь Это любовь Это дар от Бога И он просто так не приходит Я не знаю откуда он приходит Но знаете Когда мы читаем Я помню Когда пришел в церковь Когда я первый раз увидел Как бесы выходят из людей Приехали Немцы по-моему Приехали Они нам показали Как нужно изгонять бесов Они молились Они пророчествовали нам И мы увидели Вот это служение Изгнания бесов И мы просто Нам очень это понравилось Потому что любому человеку Нравится власть Когда ты говоришь Я повелеваю тебе Ты мерзкий демон Выйди из нее А она начинает говорить Мужским языком Мужским голосом Женщина И когда мы с этим Соприкоснулись Нам это очень понравилось И мы практиковали Это даже ночью Мы изгоняли бесов По ночам Пока нам не запретили И это продолжалось Я не знаю Месяц наверное Мы только этим и занимались Другого служба Нам это нравилось Когда мы говорим Слышь ты Как имя тебе И когда Этот демон молчал Мы говорим Мы тебе повелеваем Быстро говори Как тебе имя И он начинал С нами разговор И нам казалось Что мы такие крутые Когда нам показали Как нужно возлагать Руки на больных И вдруг Когда ты молился И кто-то говорил У меня голова прошла Тебе казалось Все Ты мега помазанный человек И знаешь И ты этого искал Автоматически Ты об этом ревновал Ты к этому стремился И знаешь В сердце даже Какие-то мысли Закрадывались Ну вот сейчас Я выйду Сейчас вот за этого Помолюсь За какого-нибудь Богатенького человека Помолюсь Там исцелю Чью-то дочь Или там То есть понимаешь И все Ты в жизни состоялся Но знаете Чем больше ты в Боге Ты понимаешь Что есть какие-то вещи Более важные Для Бога И знаете Апостол Павел Может быть Тоже стремился К этому И он докопался До истины Здесь написано Что Любовь никогда Не перестает Это восьмой стих Та же глава Хотя и пророчества Прекратятся И язык умолкнет И знания упразднятся Ибо мы отчасти знаем Отчасти пророчествуем Когда же Настанет совершенное Тогда То что отчасти Прекратится И он говорит Когда я был младенцем То по-младенчески Говорил По-младенчески Мыслил По-младенчески Рассуждал То есть пророчество Исцеление Там жертвенность Я не знаю Это лишь часть Это отчасти Он говорит Когда-то Все что отчасти Оно прекратится И останется Лишь только Любовь И знаете Христос Пришел на эту Землю Явить Небесного Отца Христос Пришел на эту Землю Показать Людям Кто такой Каков характер Небесного Отца И наш взор Он должен быть На Иисуса Христа На его поступки На его дела И знаете Когда мы читаем Вот эти три притчи Первая притча Это когда Овца Об овечке Которая потерялась И нужно идти Ее найти Вторая притча Это когда Женщина проснулась Ночью И вдруг обнаружила Что у нее Под подушкой Не хватает Несколько Монет Она вдруг Включила свет Созвала всех Пошла Полезла Куда-то Нашла Всех созвала И все были радостны Соседи позвали Сказали Я нашла эту монету И третья притча Это о блудном сыне Да И мы так называем Это притча о женщине Это притча о сыне Это притча об овечках Но на самом деле Эти притчи Все о любви отца Все притчи О любви отца И когда кто-то И он Иисус Христос Он открывает Природу Небесного Отца Он говорит Если ты потерялся Если кто-то запнулся Он переживает И он сравнивает Это с одержимой Женщины Которая очень одержима Деньгами Он сравнивает Это с пастухом Который потерял Одну овечку И он оставил Он все бросил Он пошел искать Здесь есть пастухи Когда потеряется овечка Ты по-любому Оставишь вот эти 99 И пойдешь искать И знаете Мы были на конференции И там был уникальный Муж Божий Сын апостола Который уже 7 лет Является пастором И он так Сильно эту притчу Открыл о блудном сыне Эта история происходила В стране Авторитет отца Который был непрекословным И в той стране Где он рассказывал Эту притчу Отец вообще никогда Не вставал даже на ноги То есть Здесь Иисус показывает Любовь небесного отца Чтобы мы поняли Когда такие вещи Происходили Когда такие вещи Происходили Мы знаем Что отец Вышел на встречу Когда он увидел Своего сына Да он побежал К нему на встречу В этом городе В этой стране Отец должен был Сидеть вообще Он даже не должен Вставать И выходила на встречу Обычно мать И была определенная Религиозная организация Которая Стояла У ворот Города И когда этот человек Который провинился Который допустил Ошибки В своей жизни Когда он приходил К воротам Там был некий Синедрион И выносились Глиняные сосуды И на этом Синедрионе Батя из-за своего Статуса Он даже не присутствовал Но мать стояла Чтобы увидеть Сына своего Или Там я не знаю Дочь И когда Синедрион Выносило решение Либо его не впускать В город Они разбивали сосуды Это говорило о том Что этот человек Этот провинившийся Уже никогда не имеет Права войти В дом Отец даже не имел В этом части И мы видим Как Иисус рассказывает О любви Небесного Отца И что он сделал Библия говорит Что он побежал Навстречу Чтобы Для того Чтобы он не дошел До этих ворот И не вынесли приговор Он опередил их Он побежал Навстречу И в этом Проявляется Любовь Небесного Отца Его любовь Она безгранична Для каждого из нас Один Божий муж Божий пророк Сказал Если ты Пророчествуешь Человеку Но если ты его Не любишь Если ты не любишь Человека Если ты не готов За него полагать Душу Лучше не пророчествуй Ему вообще Библия говорит В Яково Там написано Злостраждит ли кто Из вас Пусть молится Весел ли кто Пусть поет псалмы И знаете Есть разные стражи Злостраждит Что такое злостраждит Это когда ты проходишь Через злые стражи Есть время Когда ты просто Просыпаешься И в твоих устах Песнь хвалы И для тебя Ничего не надо И вот это время Вот это Правильное сердце Готово сердце Мое славить Господа И вот это состояние Когда я могу Возлагать руки И молиться И тогда пророческое Помазание течет Через меня Но есть время Когда я не могу Пророчество Мне говорят По пророчеству Я говорю Я злостражу Я сейчас тебе Такое наговорю Мне понравилась Сестра говорит Слушай Сестра говорит Ты так хорошо выглядишь Мне кажется Что Господь тебя На небеса скоро Заберет Брат или сестра Ты злостраждишь А может быть Даже завидуешь Что-то с тобой Не так Пророчество Это когда ты Выносишь Из своего сердца Пророчество Это когда ты Выносишь Из своего сердца И смотрите Библия о чем говорит Луки 6.45 Добрый человек Из доброго сокровища Сердца своего Выносит доброе А злой человек Из злого сокровища Сердца своего Выносит злое От избытка сердца Говорят Уста То есть понимаешь Если своим сердцем Что-то не так Что-то не так Если твое сердце Злое Недоброе Если ты злостраждишь Ты можешь Такое вынести Это слава Богу Будет человек Духовный Знающий Бога Будет слушать То что ты вынесешь Это слава Богу Он с этим разберется Как-то А если ты Новообращенный И для чего Мы здесь поклоняемся Господу Для чего Мы так долго Поклоняемся Для чего Для того Чтобы привести В соответствие Наши сердца Мы поднимаем руки И мы поклоняемся Чего это поклонение Нет Поклонение Что делает поклонение Поклонение Высвобождает Божье присутствие А присутствие Бога Оно меняет Наши сердца Любовь Божья Которая наполняет Это место Она исцеляет Наши сердца Чтобы мы могли Говорить Чтобы мы могли Пророчествовать Любовь Первична Любовь В твоем сердце Первична А пророчество И все остальное Это уже вторично И мы должны Это понять Мы должны Это понять Вы что-то Получаете? И смотрите Римлянам Восьмая глава Римлянам Восьмая глава Мне очень нравится Эти стихи Я больше всего Сейчас стал Молиться О том Чтобы Мое сердце Было Любящим Я говорю Бог дай мне Сердце Иисуса Христа Чувствование Иисуса Это самая Важная Молитва Сегодня Для меня В моей жизни Я вижу Как Бог Мало Помалу Совершает Свою работу Римлянам Восьмая глава С 28 стиха Притом знаем Скажи Притом Знаем Не верим Мы должны Что-то знать Во что-то Мы должны верить Мы верим В невидимое А что-то Мы должны знать Что-то Мы должны Написать На скрижалях И иметь Знание Аминь И он говорит Притом Мы знаем Что любящим Бога Призванным По его Изволению Абсолютно Все Содействует Ко благу И дальше Ибо Кого он Предузнал Тем И предопределил Быть подобными Образу Сына своего Дабы он был Первородным Между многими Братьями И дальше А кого он Предопределил Тех И призвал А кого призвал Тех Оправдал А кого Оправдал Тех И прославил Мы должны Понять Что мы Непростые Непростые Люди Мы Предопределенные Люди Рядом с тобой Сидит Непростой Человек И знаете В Петра Петр пишет Что вы Люди Взятые В удел Царственное Священство То есть Вы какие-то Избранные Вы какие-то Другие Вы предопределенные Рядом с тобой Предопределенные А знаете Что такое Предопределенные Бог Определил Создать землю Мы Предопределенные Всего этого Каждый из нас Он говорит Кого он Предопределил Тех И Призвал Ты понимаешь Что не Не ты его Избрал А он Тебя избрал Ты бы Здесь не был Ты бы В церковь Просто так Не попадают Люди Бог Избирает Бог Предопределил Тебя Избрал Тебя Дальше Что Оправдал Тебя Потому что Делами Никто из нас Не оправдается Никакими делами Он Оправдал И он Прославил И вот знаете Ты Предопределенный Ты Призванный Ты Оправданный И ты Прославленный Потому что Бог Благословил Нас Всяким Духовным Благословением Еще в небесах Мы Не черти Которые Пришли На эту Землю Из земли Мы Спустились С небес И он Я не понимал Это местописание Что значит Благословил Нас В небесах Там Бог Вложил Благословение Внутрь тебя Когда ты был Еще на небе Он Благословил Тебя Всяким Духовным Благословением И отправил На эту Землю И когда Мы здесь Смотрим Друг на друга И видим Проклятие И не видим Благословения Что-то с нашими Сердцами Не так Потому что Библия говорит Если ты смотришь На брата Или на сестру И видишь Проблемы Щепку То у тебя Большая проблема Ты не смотришь Глазами Иисуса Ты не видишь Благословения Которые Бог Благословил То есть ты смотришь Через призму Злого сердца Через призму Сердца Иисуса Христа И прежде чем Бог начнет Мощно действовать В наших жизнях В пророческом Духе Он изменит Наши сердца Он сделает Наши сердца Любящими Чтобы мы видели Сокровища Друг в друге И мы понимали Что этот человек Это небесный человек И Бог его Благословил Какими-то Духовными Благословениями В небесах И он послал И говорю Бог дай-ка мне Это увидеть Мне понравилось Вот это У них пророческая культура Которую они провели Говорит Знаете Намного легче Найти грязь В человеке А чтобы найти золото Нужно потрудиться Чтобы найти грязь Не надо трудиться И в этом Есть и служение Чтобы потрудиться И увидеть золото И в каждом из нас Есть золото Мне понравилась история Он рассказывал Про мать Терезу Про мать Терезу И у нее спрашивали Как ты вообще Вот столько людей Ты послужила Столько Как Это люди Это люди Это бомжи Это бездомные Это не политики Это не те От которых пахнет парфюмом Как ты так Как ты так смогла Их всех вместить В свое сердце И знаете Она что ответила Говорит Я получил откровение Что в каждом из них Живет Замаскированный Иисус Замаскировался Иисус И он говорит Какая вам награда Если вы любите Того Ну Кто вас любит Вы говорит Так же как и язычники Поступайте И знаете Чтобы любить Вот таких людей Нам нужна Любовь Агапы Не просто человеческая Человеческая Любовь Она дашь Надашь Ты меня уважаешь Я тебя уважаю Я тогда тоже тебя уважаю Аминь Ты мне даришь подарки Я тебе тоже дарю Ты говоришь Хорошее про меня Я тоже буду говорить Хорошее про меня То есть вот эта любовь Это человеческие отношения Конечно Мы этому должны учиться Но знаете Любовь Божия Она безгранична И для него Он говорит Все народы мне покорятся Все племена Но Иисус Он спасал всех Этих мытарей Этих грешников Этих казначеев Этих сборщиков Налогов Которые обдирали Людей Реально Рекетеров спасал Всех спасал Мы хотим Чтобы церковь выросла Если Мы хотим Действительно Чтобы церковь выросла Мы должны По другому Другим взглядом Начать смотреть На этот мир На все что на нас окружает Вот я такой святой Да И моей души Еще ищет Я один остался А Бог говорит Слушай А знаешь как в пророческом Взгляде Все это Еще семь тысяч Есть у тебя В этом городе Помните пророк Говорит Я один Такой бедный Несчастный Мои души ищет Бог приходит Ты что Голи Ты не видишь Порой знаешь Неправильное сердце Дает нам Неправильный Взгляд Мы видим щепку Мы видим одни проблемы Но мы не видим хорошего И Бог хочет изменить наши сердца Субтитры сделал DimaTorzok Хочется от всего сердца Поблагодарить каждого из вас За тот вклад Который вы делаете В дело Божье Очень важно понимать Что кто-то верит в тебя И верит в те дела Которые ты совершаешь На этой земле И всякий раз Когда приходит от вас Пожертвование Это знак того Что вы верите Тому делу Которое мы совершаем Это вдохновляет нас Продолжать Спасибо вам большое За ваш вклад Без вас мы бы не смогли Делать такую большую работу Да благословит вас Господь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok